Приветствую вас, если посмотреть на ваше сообщение, вот просто если на него посмотреть, то в нём будет очень много противоречий. То у вас характер твёрдый, грубый, но вы общительный, весёлый, то будучи общительным и весёлым вас всё бесит внезапно. Но, понимаете, это такое вот противоречие, противоречие я, такие противоречия, которые, ну, просто так из ниоткуда не появляются. У этого есть причины, и причины кроются в том, как вы себя воспринимаете. Собственно, вы даже об этом сами и говорите, когда замечаете, что я не знаю, что я такой, каков мой путь. То здесь у вас налицо поиски экзистенциального смысла, собственно, вы пытаетесь его найти, но, правда, неуспешно. Оно и понятно нам, потому что для того, чтобы найти свой экзистенциальный смысл, нужно работать над этим, нужно уметь прислушиваться к себе. А этого вы не умеете, судя по всему, потому что либо вы прислушиваетесь очень сильно к тем людям, которые вам что-либо говорят, и говорят они абсолютно разные вещи. Вот. Каждый говорит своё, короче говоря. Вот. Либо вы прислушиваетесь к чему-то ещё, к чему-то, о чём здесь вы не пишите. Но я полагаю, что так или иначе что-то из этого тоже есть. И вот первое, на что я предложил бы вам обратить внимание, это именно на то, что для вас вообще важнее всего. Конкретно, что для вас важнее всего. Вот просто, что на первом месте у вас, какие ценности у вас на первом месте, что у вас не на первом месте и почему. Тоже важный момент. Понимаете? Вот если с этими аспектами как следует поработать, то, может быть, ситуация начнёт проясняться. Подумайте, а, ведь у вас есть, наверное, какие-то ценности, какие-то установки. Вот. Наверняка что-то такое есть. Вот подумайте, как вы это, эти ценности установки, свои взгляды, приносите на реальную жизнь. Делаете ли вы что-нибудь для того, чтобы это происходило? Если да, то как? Если нет, по какой причине? У вас, на мой взгляд, есть такой сценарий жизненный, который называется «Не думай без ума». не в том смысле, что вы психически больной человек или в том смысле, что вы вообще не думаете, а в том смысле, что вы недостаточно полно, скажем так, анализируете происходящее с вами. Вас волнует мнение других, а как оно может волноваться? В результате чего вас может волновать мнение других? Ну, понятно всего. В результате воспитания. В результате того, в какой среде вы росли. Понимаете? Вот. И установки вам давались соответствующие. То есть, когда вы воспитываетесь в семье, где, например, говорят, чтобы человек прислушивался ко мнению других, это всегда накладывает определенный отпечаток. Как и когда говорят, что прислушиваются только к себе, это тоже накладывает определенные отпечатки. То есть, нужно как раз таки анализировать, чтобы не скатиться в какую-нибудь крайность. Вы пишите, Вы пишите, что у меня проблема с характером. Он твердый и грубый. Если у вас грубый и твердый характер, значит вы, ну, всегда идете одним путем. И тут же вы пишите, у меня нет стержня. Люди говорят, у меня нет стержня. А, противоречие. То есть, если характер твердый и грубый, кстати, а что вы понимаете, подразумеваете под твердым и грубым характером? Вообще. Что вы понимаете под этим? На мой взгляд, надо бы это тоже разобрать. Потому что понятие грубый характер и твердый, ну, очень такое оценочное понятие. То есть, как-то нужно определить, что вы действительно понимаете то, что происходит. То есть, что вы действительно отдаете себе отсчет в том, что это действительно именно характер твердой группы, а не, ну, например, незащитная реакция. Какая-нибудь. Какая-нибудь. На что-нибудь. Знаете? Но. И вещи разные абсолютно. Абсолютно разные вещи. Когда речь идет о защитной реакции на что-то. И когда речь идет о том, что это ваш характер такой. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что здесь нужно разобраться и не торопиться вешать на себя определенного рода ярлыки. Никому хорошо от этого еще не было. И я вижу, что и вам, в общем-то, от этого тоже, знаете ли, хорошо не становится. Вот. Значит, это неверно выбранное, неверно выбранное поведение. Далее вы говорите про шутки, про то, что люди обижаются, когда вы шутите и так далее. Здесь, конечно, есть тоже такой важный, на мой взгляд, аспект. Что для вас означает тот факт, что люди на вас объявляются. Ну, не понимают они ваших шуток. Ну, так нужно, во-первых, посмотреть, для чего вы шутите. Во-вторых, с кем вы шутите? Знаете? И если вам нравится шутить, если вы испытываете прям удовольствие от того, что делаете, если вам хочется это делать, то вам надо просто найти таких людей, которые бы адекватно воспринимали ваши шутки. И всё. В большом счёт. Понимаете ли вы, что это значит, когда люди не могут адекватно относиться к шуткам? Знаете ли вы, что это значит? Вот когда люди, я имею в виду, реагируют негативно на ваши шутки. Вот. Если не знаете, то нужно разбирать. Если знаете, то опять же вопрос, как вам помогает ваше знание и помогает ли оно вам вообще. То есть, вполне может быть, что его нужно менять, ну, ваше знание. Да? Дальше. Так. Я очень, я весёлый общитель, это многим не нравится. А какая вам разница для того, нравится другим это или нет? Вы, опять же, для чего живёте, для кого живёте? Для себя или для других? Вот что мне интересно. Ну, если вы будете ориентироваться на других людей, а вы сейчас это делаете, то вы, соответственно, и будете терять себя, терять свою индивидуальность. Потому что, когда вы делаете шаг вперёд на встречу, значит, когда вы делаете шаг вперёд на встречу людям, да, вы делаете шаг назад на встречу, шаг назад от себя. Да. По сути. Ну, по факту. Вот. И, соответственно, я полагаю, полагаю, что в том числе и поэтому, в том числе и поэтому у вас такая вот проблема. Что вы не знаете, кто вы и каков ваш путь. По сути дела. Да? А почему? Да всё просто на самом деле. Всё просто на самом деле. Всё просто. Дело всё в том, что ориентируясь на других людей, ориентируясь на других, вы забываете про себя. Вот и всё. И именно поэтому, потому что вы ориентируетесь на других, вы и не знаете, каков ваш, собственно, ну, именно ваш каков путь. Вот. Понимаете? Поэтому мне кажется, что вот нужно ориентироваться на себя и анализировать. Анализировать то, что происходит. Анализировать то, что с вами происходит. Анализировать то, что, какую информацию вы, значит, получаете от окружающей среды, от окружающего мира. Понимаете? Вот. И, соответственно, если вы сделаете это, если вы будете так делать, то у вас появится больше возможностей и больше шансов для того, чтобы наконец-то себя почувствовать, наконец-то понять, кто вы. Ну и важно делать что-то для себя. Важно делать что-то именно для себя, а не для других. Понимаете? Вот. Это тоже очень важный момент. То есть важно, чтобы вы делали именно что-то для себя. Здесь, соответственно, вам нужно подумать. А что вы делаете для себя, а что вы делаете для других. Вот. И, соответственно, не делаете ли вы больше для других и меньше для, собственно, себя. Вот. Я полагаю, что это тоже очень такой важный аспект. Если мы хотим, ну, опять же, если мы хотим вам помочь, как вы просите. Правда, в чем помочь, еще нужно разбираться. Чем, 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 чем именно помогать. Потому что, ну вот, пока на данный момент я могу сказать только то, что у вас вот проблема с тем, как вы слышите и чувствуете себя. Вот. Ну и, возможно, в уверенности в себе, а также в принятии своих чувств. Вот. То есть если вы, если вы судите, там, смеетесь, делаете что-то еще такое, то вам вполне вероятно, вы это все делаете именно по той причине, чтобы завуалировать свою неуверенность в себе, которая вас имеет. Вот. Ну, даже если так, то завуалировать ничего не нужно. Вот. Нужно, напротив, раскрывать себя. Но для этого нужно принимать себя и то, что вы себя представляете. Вот. А у вас с этим уже есть явная проблема. Дальше. С людьми, с которыми я общаюсь, обижаются на меня из-за моих глупых шуток. Знаете, ну, опять же, вот не совсем понятно, вы говорите глупые шутки. А кто сказал-то, что все-таки глупые? Вы? Или они? Знаете ли вы это такой юмор? И как, как он вообще понимается, как он определяется, как он воспринимается этот юмор? Знаете ли вы это все? То есть, это я к тому, что откуда информация, что ваши шутки глупые? Вот. С чего вы взяли, что они глупые? Вот понимаете, как бы источник, источник информации о себе. Источник информации о себе очень важен. А как он у вас? Откуда вы черпаете информацию о, например, себе и своих качествах? То говорите, что у меня глупые шутки. Это же нужно вынести оценочное осуждение важным шуткам. Вы-то свои шутки, вероятно, глупыми не считаете. Ну и надо сказать, что правильно делаете, что не считаете шутки, свои шутки глупыми. Потому что если вы, ну, хотите шутить, то шутите на здоровье. Не нужно этому мешать. Понимаете? Какая история. Вот. Ну, опять же, здесь нужно разбираться. Опять же, здесь нужно, опять же, разбираться и смотреть, как обстоят дела. Вот. То есть, откуда у вас информация такая? На основании чего вы сделали выводы такие? Да? Дальше. Иногда я могу необдуманно обидеть человека шуткой в его сторону, сам этого не заметив. Я полагаю, что вы делаете это не просто так. Я полагаю, что у этого есть некий такой скрытый мотив. Мотив ваш, есть ваш скрытый мотив того, почему вы это делаете. Вот. И мне думается, что вы это делаете не случайно. Мне думается, что вы делаете это абсолютно не случайно. Мне думается, что вы это делаете, потому что на то есть потребность. Вот. Ваша потребность. Вот. Ну, соответственно, какая потребность именно, да, я, конечно, не знаю. Потому что с этим нужно разбираться. Вот. Какая потребность. Но, что-то она есть, я не сомневаюсь. Вот. Скорее всего, вы от чего-то защищаетесь. Скорее всего, вы в чем-то видите угрозу. Я полагаю, что речь идет о том, что вы видите угрозу себе, значит, значит, именно в том, вы видите угрозу именно в том для себя, что посягают на ваши личные границы. Вот. Ну, возможно. Возможно. Я не знаю. Может быть. Может быть в данном случае я не прав. Вот. Я не знаю. То есть тут нужно опять же смотреть, понимаете? Тут нужно опять же разбираться. Вот. Ну и дальше вы говорите, что не знаете кто вы и какой ваш путь. Ну, надо сказать, что в 18 лет человека вряд ли должны тревожить такие мысли. Вот. Если они вас привозят, значит, вероятно, есть энергия, которая, значит, ну, освобождается на это. Вот. И я думаю, что с этим, ну, в общем, нужна работа. В любом случае. Тоже. То есть нужно смотреть, откуда энергия, откуда у вас такие идут. Ммм. Эти поиски. А? Вот. Поиски. Себя. В жизни. Это уже не просто так. Это уже. У этого же есть. А? У этого же есть. Причины. Ну. И я хочу, чтобы эти причины вы тоже обдумали. Вот. Как следует. По крайней мере. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи!